Друзья, приветствую вас на канале Елена Мерсемяна Цветов. В этом видео сделала для вас обзор цветов, которые растут в моем саду в Подмосковье и цветут в конце лета-начале осени. Пожалуй, начну с горечавки, которая около пяти лет растет в моем саду. Приобретала ее под названием Blue Star. Примечательна она тем, что имеет яркий синий цвет цветков, которые практически не распускаются. Цветет очень долго, с июля и весь август. В уходе она неприхотлива. Когда ее приобрела, то не знала, как сажать правильно, и по интуиции посадила в рыхлую питательную почву. У меня суглинок, добавила перегной и песок. Ей такая почва очень понравилась, и она легко прижилась. Вот уже который год она радует своим обильным и ярким цветением. Растет на солнечном месте. Легко переносит жару. Считаю одним ее большим недостатком то, что она очень плохо размножается. Семян не завязывает, и делением куста размножить также не получается. Потому что имеет один большой разветвленный корень. Очень хотелось бы ее рассадить в разные места сада, но, к сожалению, она никак не хочет размножаться. В следующем году попробую ее почеренковать. Эта горячавка зимует очень хорошо, и ни разу за 5 лет не вымерзала. Бузольник Гарден Конфетти декоративен на протяжении всего лета. Имеет крупные сердцевидные листья, пестрые, с зелеными и розовыми пятнами, на кремовом фоне листвы. На листьях имеются прожилки красного цвета. Обратная сторона листа темно-красная. Вот так обильный яркими желтыми цветками цветет в августе. Предпочитает полутенистые места и влажную почву. Морзостойк до минус 30 градусов. Высота растения около 100 сантиметров. Очень красиво смотрится посаженный в одиночной посадке, а также возле водоемов. Очень привлекательно смотрится в саду на альпийской горке Барбарис сорт Адмирейшн. Это красивый кустарник высотой во взрослом состоянии около 40 сантиметров и шириной 30 сантиметров. Сорт компактный, не нуждается в стрижке. Яркий все лето. Листья оранжево-красные, с желтой каймой. Цветки бледно-розовые. Его можно выращивать в контейнере. Подходит для украшения дорожек в качестве низкорослой живой изгороди. Морзостойкий и засухоустойчивый. Хорошо растет как на солнце, так и в полутени. Имеет поверхностную корневую систему, поэтому почву вокруг растения желательно мульчировать. Карликовая вигела монет декоративно все лето, а еще ярче она становится ближе к осени. Сочетается с низкорослыми барбарисами, хвойными, кизильниками. Она преобразит любой сад. Подходит для посадки на альпийской горке, на переднем плане клумб, в качестве низкой живой изгороди. Она является идеальным решением для посадки в маленьких садах, так как даже во взрослом состоянии не превышает высоту 50 сантиметров. Очень медленно нарастает. Имеет привлекательную пеструю окраску листвы, декоративную на протяжении всего лета. В мае кустик зацветает нежно-розовыми цветками, которые очень красиво смотрятся на фоне пестрой листвы. Осенью листва становятся еще ярче. Вигелу можно выращивать в контейнерах. В холодных регионах на зиму требуется укрытие. В Подмосковье взрослые экземпляры хорошо зимуют без укрытия. В суровые зимы возможно подмерзание веток, находящихся выше снежного покрова. А весной она быстро восстанавливается. В уходе вигела неприхотлива. Этот яркий веселый флокс, который год уже радует своим очень обильным цветением. Сорт мисс пейпер устойчив к заболеваниям. Неприхотлив и морозостоек. Соцветия очень плотные и крупные. Куст высокий, компактный, не разваливается. Подвязка ему не требуется. Высота куста около 1 метра. Диаметр цветков 2,5 сантиметра. Цветки яркие, розовые, с малиновым глазком. В саду выглядит очень ярко и нарядно. Листва темно-зеленые. Красиво контрастируется соцветиями. Очень живучий сорт. Цветет в средне-поздние сроки, в августе. Хорошо растет как на солнце, так и в полутени. Засухоустойчивый, но куст хорошо нарастает при хорошем поливе. Красиво смотрится с лилейниками, гелениумами, злаками, дельфиниумами и другими многолетниками. Более трех лет в саду растет клематис из английской коллекции сорт Авангард. Мне нравятся его необычные цветки с чашелистиками красно-пурпурного цвета и с тиминодиями в виде шишек розового цвета. Ляна длиной около трех метров. Цветки диаметром 5 сантиметров. Сорт достаточно морозостойкий и неприхотливый. У меня зимует без укрытия. Осенью побеги обрезаю на третьей паре листьев от земли. Цветет с июля по август. Хорошо растет в полутени. Очень яркий в период цветений гелениум сорт Фуэго. Это компактный сорт высотой до 60 сантиметров. Морозостойкий и неприхотливый. Цветет очень обильно в августе-сентябре. Цветки на кусте многочисленные, яркие. Цветоносы прочные, куст не разваливается. Ширина куста около 60 сантиметров. Подходит для срезки. Место посадки солнечное. Для хорошего нарастания куста нужно, чтобы почва всегда была умеренно влажной и хорошо дренированная. Морозостойк там минус 30 градусов. Медуница сорт Бертрам Андерсон. Это один из самых раноцветущих многолетников. Декоративна на протяжении всего лета. За счет красивой пестрой листвы. Тем самым украшая сад с весны до осени. Подходит для посадки в тенистых уголках сада. Но может расти и на солнце. Относительно влаголюбива, но не любит замокание. Сочетается с хостами, папоротниками, морозниками, горянками и остильбами. К почвам не требовательно. Может расти на бедных и на песчаных грунтах. Этот сорт отличается плотными удлиненными листьями. Темно-зелеными с серебристыми пятнами на них. Цветки ярко-синие. Растение компактное, высотой около 30 сантиметров. Цветет с апреля по май. Сорт неприхотливый и морозостойкий. Потрясающий декоративный сорт эхинацеи пинг-бон-бон. Этот сорт компактный, высотой около 45 сантиметров. Цветки помпонные, густо-махровые, диаметром 10 сантиметров. Хорошо развивается на любых почвах, при хорошем освещении. В уходе неприхотлива и морозостойка. Эффектно смотрится в групповых посадках и на переднем плане цветников. Цветение длится с июля по сентябрь. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если ролик вам понравился. Напишите в комментарии, какое растение из моего сада вам больше всех понравилось. Подписывайтесь на канал и мой инстаграм. А также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых роликов. Также у меня появился новый второй канал, который называется Елена сад и огород. Там вы найдете много полезных роликов на тему по уходу и выращиванию садово-огородных растений. Поэтому подписывайтесь на второй канал, чтобы не пропустить интересные и полезные советы. Ссылка на канал находится в описании под видео.